Сделки не выводятся ни на какой реальный рынок, люди теряют сотни тысяч и даже миллионы рублей. По законодательству такие компании имеют полное право не выплачивать вам ту прибыль, которую вы заработали. И мне очень хочется, чтобы таких печальных историй было как можно меньше. Очень многие люди, которые только начинают связывать свою жизнь с финансовыми рынками, из-за своей неосведомленности и отчасти невнимательности попадаются в лапы недобросовестных компаний. Кто-то предлагает управлять деньгами, а потом куда-то исчезает. Кто-то говорит, что можно открыть брокерский счет, лежать под пальмой и делать сотни процентов годовых. А на самом деле сделки не выводятся ни на какой реальный рынок, и компания по сути заинтересована в том, чтобы спустя какое-то время клиент все потерял. А кто-то предлагает купить различных высокодоходных роботов, которые будут самостоятельно, без вашего участия, торговать и зарабатывать десятки процентов в месяц. Разумеется, спустя несколько месяцев этот автоматизированный алгоритм начинает давать сбои и теряет все инвестированные деньги. И подобных историй на самом деле огромное количество. Из-за всего этого люди теряют сотни тысяч и даже миллионы рублей. Причем теряют не только свои накопления в виде наличных денег, но и имущество в виде проданных автомобилей, квартир и так далее. Или, например, деньги, которые взяли в кредит. И это очень печально. Именно из-за этих вещей подрывается доверие к профессиональному трейдингу и инвестированию. Очень многие люди уже не хотят связываться ни с какими финансовыми рынками. И мне очень хочется, чтобы таких печальных историй было как можно меньше. Поэтому сегодня я поделюсь с вами ключевыми критериями, которые помогут вам выбрать максимально надежную брокерскую компанию. Выбор брокера это важнейший этап, на котором в принципе строится вся дальнейшая работа трейдера. Именно брокерские компании исполняют наши с вами поручения, отправляют заявки на биржу и ведут учет всех совершенных нами операций. Кроме этого, брокер является налоговым агентом и самостоятельно уплачивает налог с нашего дохода. То есть нам не нужно носить какие-либо документы в налоговую. Всю основную работу делает за нас брокерская компания. В общем, брокер это наш друг и поэтому очень важно найти действительно адекватную надежную компанию, с которой можно было бы работать долгие годы. Начнем с того, что базовым критерием надежности является наличие у компании лицензии профессионального участника рынка, а именно лицензии ЦБ, которая выдается Центральным банком Российской Федерации. Данная лицензия подтверждает, что компания является профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеет право осуществлять брокерскую деятельность. Если же у компании лицензии нет, то стоит задуматься о ее надежности. Это в первую очередь относится к компаниям, которые связаны с Форексом или бинарными опционами, потому что именно подобные компании, как правило, зарегистрированы в офшорах и не имеют соответствующих лицензий. Или имеют, но лицензии игорных заведений, что приравнивает их к казино или букмекерским конторам. По законодательству такие компании имеют полное право не выплачивать вам ту прибыль, которую вы заработали. Деятельность подобных дилинговых центров активно пропагандируется, инвестируются огромные деньги на рекламу и зачастую именно поэтому к ним очень часто попадают начинающие трейдеры. Поэтому если вы все-таки не хотите подвергать себя необоснованному риску, то рекомендую работать на бирже через легальных брокеров, то есть брокеров, имеющих лицензию Центрального банка. Как правило, брокеры размещают имеющиеся лицензии на своих официальных сайтах, поэтому если вас заинтересовала какая-то компания, то обязательно перейдите в разделы, связанные с информацией о компании и проверьте, есть ли у данного брокера соответствующие лицензии. Чтобы точно убедиться в том, что компания имеет необходимые лицензии, можно зайти на официальный сайт Центрального банка, перейти в раздел «Финансовые рынки», «Надзор за участниками финансовых рынков» и выбрать пункт «Рынок ценных бумаг и товарный рынок». Внизу страницы, в разделе «Профессиональные участники рынка ценных бумаг», вы найдете ссылку для скачивания списка брокеров. В файле, кроме списка всех лицензированных компаний, рекомендую вам также обращать внимание на столбик «Дата выдачи лицензии». Данный критерий говорит об опыте и надежности компании. Чем дольше компания существует на рынке, тем, соответственно, лучше. Теперь, имея в своем арсенале список компаний, которые удовлетворяют базовым требованиям, имеет смысл проанализировать рейтинги, которые представлены на официальном сайте Московской биржи. При помощи этих рейтингов мы можем выявить лидеров рынка по таким критериям, как количество зарегистрированных клиентов и объем клиентских операций. Как вы видите, непосредственно те рейтинги, которые я вам сейчас показываю, находятся в разделе «Валютный рынок». Разумеется, здесь же на сайте Московской биржи есть и другие рынки, например, фондовый или срочный. Соответственно, подобные рейтинги вы можете проанализировать и в других разделах. Например, детализированные рейтинги участников рынка по торговой активности и количеству клиентов на срочном рынке представлены на этой странице. На что стоит смотреть в каждом из этих рейтингов? Конечно же, на место, которое занимает брокерская компания. Независимо от критериев, в топе лидеров, как правило, оказываются одни и те же компании. Это наиболее крупные игроки рынка. Если объединить данные разных списков, то мы можем получить достаточно объективный рейтинг брокерских компаний. Рейтинг, который будет учитывать и оборот, и количество клиентов. При этом все эти компании будут иметь лицензию Центрального банка. Из этого итогового списка брокеров я рекомендую вам отдавать предпочтение в первую очередь тем компаниям, для которых брокерская деятельность является профильным направлением. Да, деятельность банков расширяется. Да, людям гораздо удобнее буквально в пару кликов перевести деньги на инвестиционный счет при помощи мобильного приложения своего банка. Но на данный момент инфраструктура банков-брокеров в отношении торговых инструментов, терминалов, инвестиционных продуктов и так далее, пока что еще не очень развитая. Например, большинство банков дает возможность инвестировать только в классические инструменты, такие как акции и облигации. То есть нет возможности торговать более профессиональными инструментами, например, фьючерсами и опционами. Инструментами, которые используются практически всеми трейдерами. А если эти инструменты и есть, то комиссии за краткосрочные операции, как правило, более высокие, чем у классических уже зарекомендовавших себя брокерских компаний. Но в любом случае, даже если вы все-таки решили остановиться на каком-то известном банке и открыть там счет, то как минимум следите за тем, чтобы банк и брокерская компания не имели одно и то же юридическое лицо. Иначе в случае банкротства банка риску будут подвержены не только те деньги, которые находились на ваших банковских картах, но и те средства, которые лежали на инвестиционных счетах. Кстати, сортировать брокеров по разным критериям можно еще и на маркетплейсе московской биржи. Это интернет-сервис, созданный специально для начинающих инвесторов. Как вы видите, здесь тоже можно сортировать компании по таким критериям, как количество клиентов, биржевой оборот и рейтинг. Также стоит обращать внимание на то, каким рынком брокерские компании могут предоставить вам доступ. На все том же сайте московской биржи можно перейти в раздел «Участники торгов» и посмотреть, каким рынком предоставляет доступ та или иная компания. Очень хорошо, если компания предоставляет доступ к разным рынкам московской биржи. То есть это в первую очередь к фондовому рынку, срочному рынку, где есть разные секции, фондовая секция, денежная и товарная, и к валютному рынку. Это будет говорить о том, что компания является достаточно крупной. Кроме выхода на московскую биржу, российские брокеры, как правило, предоставляют доступ еще и на Санкт-Петербургскую биржу, где торговать можно наиболее популярными акциями зарубежных компаний. Этот момент лучше уточнять уже непосредственно на сайте интересующих вас брокерских компаний или на сайте Санкт-Петербургской биржи в разделе «Ценные бумаги» «Участники рынка». Здесь представлены все брокеры, которые предоставляют доступ к данной биржевой площадке. То есть, открыв брокерский счет, вы можете одновременно торговать и на московской бирже, и на Санкт-Петербургской. В рамках данного видео я не буду давать вам какие-то конкретные рекомендации, потому что каждый должен делать все-таки самостоятельный выбор и всю ответственность в этом вопросе брать исключительно на себя. Но, в принципе, взяв на вооружение те критерии, о которых я рассказал вам в этом видео, вы с высокой вероятностью сможете найти достаточно надежную брокерскую компанию, с которой сможете работать долгие годы. Помните о том, что банкротство брокера или отзыв лицензии – это событие, которое на самом деле происходит крайне редко. При этом, как правило, с рынка уходят небольшие компании. Поэтому, если вы не будете открывать брокерский счет бездумно, выделите хотя бы немного времени на анализ, то с высокой вероятностью все будет отлично. Желаю вам успешной торговли. С вами был Александр Шевелев и увидимся с вами в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok